Я люблю людей, я люблю животных. Но я не люблю лукавство, хитрость и наглость. Сразу говорю, не люблю. И у нас поселилась женщина, приучила всех дворняк, собак, кормила тому. И возле магазинов, и возле себя не пройдешь. А они же теперь как своя территория. Там и школьники, и детки идут, собаки нападают, гавкают и все. И многих там укусила. А потом я иду. Впереди меня девочка идет. В сторону школы, в сторону магазина, остановки. И вот собака. Выскакиваете на нее. Я не знаю, в каком я духе крикнул. Собака, а девочка как в забор влипла. Девочка поворачивается, здрасте. Я говорю, здрасте. И прошли. Знаете, что мне? А она что делает? Если кого укусила, бежит в школу. А, такие-всякие собаку дротуют. Да, если бы разговаривать. Простите, моя собака укусила. Давайте как-то поможем. Это был бы другой разговор. А она идет, всех обвиняет. Как мне хотелось ее размазать по забору, эту женщину. Я вам честно говорю. И с таким желанием пришел, наверное, в церковь. А тут читает. Благословляйте проклинающих вас. Молитесь за обижающих вас. И меня обличают. Я вам уже говорю, когда Бог обличает. Что делать? Я прихожу домой. Собираю всю свою семью, детей. Я говорю, дети, я призываю вас сейчас к молитве. Я хочу, чтобы мы, ставшие на колени, благословили вот эту женщину-собачницу. Они говорят, что? И я читаю по глазам. Папа, дай нам команду по кирпичи не взять и кинуть. Они говорят, пошли сделать. Я говорю, нет, давайте помолимся. Помолились. На следующий день. Я тоже что-то ранненькое иду. А она как раз кормит собак. Ой, думаю, какое счастье. Я так радуюсь недвижимо никого. Думаю, счастье я ей все выскажу. Приближаюсь к ней и слышу, как Бог в дух святое сердце говорит. Пожелай ей доброго дня. Я приближаюсь. Доброго дня. Ее как будто я укусил. Она просто взбесилась. Орет там что-то. Но я что заметил. Я делаю от нее шаг, а мне легче. Я делаю второй. Я говорю, Боже. Я ходил в пастор церкви, мучился, что я не могу ей заехать за своих детей защититься. Собаки кусаются, да? Я мучился. Я мужики не мог защитить. А тут я ей сказал доброго дня. И у меня легкость. Меня наполняет добро. Я уже не хочу ее вывраждовать. Я думаю, Боже, чего я даже раньше так не работал. Слово обличило. Я покаялся. Благословил. Что вы думаете? Она бежит же, якобы еще хочет что-то сказать. Говорит, а что там с Тамарочкой-то случилось? Бегает по черну копии и говорит, а, доброго дня, доброго дня, доброго дня. Мои дорогие, Боже, помоги нам. И так написано в Римлянах, не будь побежден злом, а побеждай злом добром. Вы пробовали? Вы знаете, это трудно. Чтобы на кого-то грязь кинуть, я первый беру грязь эту. Чипа подучи, а я уже врез. Заметили? И мира нету. И нету мира. А судья праведные. Всю надо отдавать руки Богу. И это непросто. Вы знаете, там на Западной Украине, мы иногда приезжаем, нам приглашают попроповедовать. И одна женщина говорит, а мой муж погиб у вас там на Донбассе. Один проповедник проповедовал, он покаялся. Он за убийство сидел, пришел, покаялся. Тоже он не знал в этой церкви. Женщина подходит и говорит, а вы знаете, это был мой муж. И вот в таких случаях, когда я приехал из Донбасса, вроде, что спасать свою шкуру, что... Ну, я уже пенсионер, так что не призывать. Но очень сложно в о том состоянии, когда потерять что-то, простить, покрыть любовью. Но я скажу, реально мы же знаем, что горе у нашего Афанасьевича пастора, третий сын. Это больно. И слова вообще ничего не скажут. Но знаете, когда он сказал, что почему я Господи, почему папочка я? Он сказал, так надо сынок, так надо. Это сильная вера. Вера не разочароваться в Боге. Вы не думайте, что нам только дано верить в Бога, нам дано еще и страдать за Него. Вот сейчас мне приходит на память, это люди веры. Люди веры, о них Бог говорит, они скитались по ущельям, по пещерам, без комфорта, без удобства. Это те люди, которым весь мир не был достойный. Только они достойно жили себе в пятизвездочных отелях, ну образно говорю, при всех удобствах. А эти скитались верой в Бога. Они не хотели ничего себе. Они жили, чтобы доверяться Богу, и их жизнь проходила. И Бог их понимает. Я там в Нежине беседовал тоже с переселенцами. И вы знаете, меня просто Бог наполнил. Они так тоже с открытыми ртами и глазами смотрели. Я им говорю, вы думаете, это в наших глазах. Смерть и все. Описание говорит, вы бойтесь того, который по убиении воскресит вас и поставит на суд перед собой. И это Бог. Придет время, будет суд перед белым престолом. Предстанут тех, кто распяли его. И он сказал, смерть отдай. Море отдай. Все предстанут. Потом написано, блаженный умирающий Господи. Может быть, сейчас там трудно понять это. Но лучше умереть сейчас в Боге или простить, не быть таким злым. Я вам скажу, был случай в моей жизни. Была очень такая погода. Снег был. Было сильное давление. Мне было плохо. И мне надо было на машине отвезти брата моего. Верующего. Он до сих пор живой. Надо было отвезти его туда. На салкурорт. Ему массажи делали. Вы знаете, я еле-еле встал. Я не могу. Мне плохо. Мне тачки. Но я довез его с трудом. Все. Процедура прошла. Отвез до дома. Приезжай домой. Лег на диван. Я умер. Я ушел. И знаете, что интересно? Я как бы вот через стенку вышел. За мной дверь закрылась. Я оказался в туннеле. Такой небольшой подъем. И свет. Он не яркий и не тусклый. А знаете, как бы манящий. Он влечет меня. Мехуется идти туда. Потом я так же смотрю в этот туннель. Я начинаю рассматривать стены. И я допускаю в местиции так. Я говорю, я такой отделки на земле не видел. Хорошо отделанной стены. Я вроде хотел же только подумать приблизиться. А я уже возле стены. И я еще вот так глянул. Я вроде и шага не делал. Уже возле стены. Я не вижу своего тела. Как бы на мне балахон. И я так думаю, как хорошо. И хотел же... И возвращаюсь в тело. Я задышал. Какое тело тяжелое наше. Страшно. Ну что, тесно моему духу стало. Ну все, все. Ира там прибежала. Женка моя. И говорит, а ты думал обо мне? Я говорю, нет. Женка не думал. А дети? Ничего не думалось. Там было все хорошо. Я первый только задал себе вопрос. Есть ли спроси? Есть ли загробная жизнь? Да. Есть ли смерть? Я бы сказал, это переход. Ты открываешь дверь. Зашел и закрыл. Там другое измерение. Это интересно. Да. Это интересно. Существует загробная жизнь. Я никого не собираюсь убеждать. Я нашел еще раз.